Всем привет, меня зовут Оля и я рада видеть вас на своем канале. Сегодня нас с вами ждет классическая распаковка бьюти боксов за август месяц. В рамках этого видео мы с вами распакуем две классические коробочки от Glossy Box и от Goody Box. Двойную коробочку от My Little Paris за август и сентябрь месяц. Да, в сентябре она с вами не будет ожидать My Little Paris. И также лимитированную коробку коллаборацию My Little Paris и бренда MAC. Конечно же кое-что послаще, а именно My Little Paris мы с вами оставим на потом. А начнем распаковку с Glossy Box или же с Goody Box. Давайте начнем с Glossy Box. В этом месяце коробочка от Glossy Box у нас с вами слегка необычная, не классическая розовая, а цветная. И говоря про оттенки у нас с вами фиолетовые, розовые и оранжевые цвета. В то время как вы помните, что последние несколько раз у нас с вами Goody Box всегда были цветные коробочки, но нет. В этот раз мы снова с вами вернулись именно к черному цвету. То есть они у нас с вами поменяются местами. Тематика коробочки от Glossy Box в этот раз называется Bolt. И внутри нас с вами тоже все ожидает очень стилизованная и симпатичненькая. Сама шелестящая упаковочка у нас с вами розовенькая. Бантик у нас тоже розовенький. А фотография девочки на фоне фиолетового. То есть она с вами как обычно полное сочетание по оттенкам. Это на самом деле очень круто и здорово смотрится. Ну и давайте с вами смотреть, что же у нас внутри. Начнем пожалуй как обычно со спойлеров. В этот раз нас с вами ожидало три спойлера. В первую очередь это бренд Rituals. Во вторую очередь это бренд, который называется Body Sand. Если не ошибаюсь, это австралийский бренд. И мы с вами несколько раз накодили от него SPF вроде как. И третий бренд, который нам с вами заранее сказали и представили, называется Larissa Cosmetics. Честно сказать, впервые вижу. И судя по всему это у нас с вами будет что-то для губ. Хотя это не точно. Ладно, сейчас узнаем, что же у нас тут с вами для губ. Начнем пожалуй с Rituals. И если вы вдруг не знали, у Rituals новая линейка. На самом деле у них была линейка, которая называлась Rituals of Karma. Но они судя по всему пообновляли упаковки. И плюс выпустили несколько новых продуктов. В частности SPF. Кстати говоря SPF 50 их. Новый я попробовала. И также SPF для тела. Тоже взяла на пробу. Оба продукта ничего такие. Запах сам по себе неплохой. Отдушка достаточно устойчива. И в этот раз мы с вами находим мусс для тела. Здесь у нас с вами целых 150 миллилитров продукта. В принципе в таком виде мусс можно купить. Из нюансов. Да, это мусс. Это не классический бальзам для тела. В принципе распределяется он неплохо. Отдушка неплохая. Говоря про стоимость. Стоимость этого продукта 13,90 евро. Едем дальше. И опять-таки переходим вначале к спойлерам. И бальзам для губ SPF 50 от бренда Body Scent. И у меня аромат, который называется Toasted Coconut. Если я не ошибаюсь, еще возможен вариант манго. Так, что по запаху? Учитывая Rittles, я вообще кокоса тут не чувствую. Как-то очень туго идет сам по себе бальзам. А, он очень и очень плотный. Давайте посмотрим. Стоимость этого продукта не очень высокая. 5,90 евро. В принципе бренд Body Scent не то, чтобы какой-то там супер дорогой. И последний спойлер от Glossy Box. От бренда Larizze Cosmetics. И этот продукт стоимостью 22 евро. Давайте посмотрим, что за он. В оттенке Topaz, скорее всего, блеск для губ. Да, так, собственно говоря, и есть. Выглядит блеск очень даже симпатично. Давайте еще и попробуем сразу. Запаха нет. По-моему, тут немножко перебор по сиянию и по блеску. Если честно, я такое не очень сильно люблю. Пардон, маленькое уточнение. Это не совсем блеск для губ. Это иллюминайзер для всего. То есть, можно его использовать как блеск для губ. Можно использовать его как, в общем-то, хейлайтер. Что вам нравится, где вам хочется, там и используйте. Блесточки, в принципе, сами по себе достаточно мелкие. Но это именно отдельно какие-то стоящие частицы и отдельное сияние. Поэтому, на самом деле, на губах он смотрится лучше всего. Хотя, в принципе, если вы любите хейлайтер, который состоит из отдельных частиц, вам, возможно, понравится. И оставшийся продукт на сегодня от Glossy Box, это у нас с вами Catrice и два продукта от бренда Alverde. Забавный факт, Catrice я сегодня новинки как раз-таки тестировала. И тут мы с вами находим бренд Catrice. Судьба! Итак, здесь у нас с вами гель, вернее, даже просто лак для ногтей в оттенке 40. Эти лаки стоят в районе 3 евро. Если быть точнее, 3.45. И бренд Alverde. От бренда Alverde у нас с вами есть тушь для ресниц, которая объемная. И также карандаш для глаз в оттенке 21. Кстати, оттенок очень и очень даже симпатичный. Бренд Alverde продается в магазинах ДМ. Это считается относительно бюджетной косметикой. И это натуральная косметика. Карандаши стоят в районе 2 евро, 1.75. А тушь в районе 3 евро, 2.75. Говоря про суммарную стоимость коробочки, в этот раз она у нас не очень большая. В июне 50 евро. А если быть точнее, 51.75. Честно сказать, само наполнение, ну, мне так себе понравилось. Принц, перитулс, да, круто. Вот эта блесточка, в принципе, прикольная и интересная. Будет здоровски попробовать. Бальзам для губ, да. Карандаш не сильно пигментированный. Он немножко даже плешивен. Тушь, судя по тому, что я находила, у нее не очень хорошие отзывы. Где-то 2 и 3. То есть, с ней есть нюансы. Ну, и лак, ну, такое себе. Бывало и получше. А сейчас давайте переходить к гудибоксу. Как мы уже с вами обсудили, в этот раз гудибокс нас с вами не радует цветными коробочками. И здесь нас с вами ожидает супер классика. Ну, давайте смотреть, что же у нас внутри. С вкладышем, в принципе, все понятно. Итак, первый продукт, который мы с вами находим, это бренд, который называется Stis. Ой, не Stis, а Tis, простите. И здесь у нас, судя по всему, помада для губ в оттенке, которая называется Beautiful Bad Habit. Интересное название. Давайте посмотрим на помаду. А, нет, это не совсем помада. Это блеск для губ. Кстати, тоже выглядит очень интересно. Пахнет вкусно шоколадом. Оттенок, в принципе, симпатичный. Здесь действительно много блеска. Давайте еще бахнем. Посмотрим, что и как это по распределению. Идет хорошо. Кремообразная текстура. Особо липкости. Пока что я не чувствую, но мы с вами еще как-нибудь протестируем эту красоту. А что у нас с вами по стоимости, честно сказать, без понятия. Пока что 21 евро стоит этот блеск для губ. Неплохо, неплохо. Далее. Далее у нас с вами, пускай, будет что-то очень большое от бренда, который называется Rose Avenue. И это у нас с вами сухой шампунь для волос. Здесь у нас полный размер и 250 миллилитров продукта. Давайте что-ли попробуем, что тут у нас с вами и как. По стоимости в районе 20 евро 26, если быть точнее. Так, в принципе, вопросов особых нету. Распределяется хорошо. Сильно, как это сказать, не плюет. И особо белого какого-то налета на руке. А нет, я вижу. Все-таки белый налет есть. Надо будет смотреть на волосах, как это все будет суммарно выглядеть. Пока что весьма-весьма интересно. Слушайте, в этот раз какая-то достаточно интересная коробочка у нас с вами от Baby Boss. Едем дальше. И у нас с вами снова, насколько я вижу. А нет, я думала это декор и думала, что это тушь. Но нет. Это бренд, который называется Manacadar. Не знаю, правильно, неправильно прочитала. Извините. И это праймер для ресниц. В принципе, тоже своего рода декор. Но давайте что-ли посмотрим, что это за такой чудесный праймер. Выглядит как тушь. Может опять белая? Ну да, классический белый праймер. Да, декоративная косметика. Не знаю, что это за бренд. Сейчас вам расскажу, что по стоимости. Ого! 17 евро стоит этот праймер. Ну, в принципе, неплохо. Так неплохо. Честно сказать, мне не очень нравятся эти праймеры. Чаще всего они дают какие-то эффекты склеенных ресниц. И ресницы выглядят очень и очень неаккуратно. Ну ладно, как-нибудь с вами опять-таки попробуем, протестируем. И посмотрим, что тут и как. Так, и насколько я вижу, у нас с вами осталось два продукта. Сейчас и второй продукт сразу достану. Кстати, в этот раз была неплохо упакована коробочка, потому что иногда бывает такое, что мы с вами скрываем, а там черти что происходит. Итак, первый продукт, давайте, про который мы с вами поговорим, это кисточка, насколько я понимаю, для лица от бренда Нере. Мы с вами уже несколько раз находили кисточки от этого бренда. Но форма тут немножко странная. Теоретически можно наносить хайлайтер, но тут тоже такой момент. Все очень сильно зависит именно от вашего лица. Эта кисточка стоит, вы не поверите. Во всяком случае, Гудибокс говорит, что она стоит аж целых 20 евро. На мой взгляд, это синтетика, при том практически чистая синтетика. Ну, окей, но 20 евро за эту кисточку, по-моему, немножечко переборненько. И последний продукт, очень интересно. У нас в этот раз с вами 4-5 продуктов из 6, это все декор. Помада для губ от бренда Сэнс Тон в оттенке Софт Тач. Давайте посмотрим. Не пахнет. Оттенок слегка прохладненький для меня, но вообще выглядит симпатично. Пигментация тут достаточно легкая, полукремовая текстура, розово-слегка розовато-фиолетовый на самом деле цвет, но выглядит все равно очень даже интересно. От бренда Сэнс Тон мы уже с вами несколько раз находили продукты как раз-таки в Гудибоксе. Это был бронзер, и мне кажется, мы с вами также находили тушь для ресниц. Что по стоимости? 22 евро. Итого, у нас с вами сегодня суммарно выходит аж целых 106 евро. А 106, подождите, правильно ли я посчитала? А, у нас 5 продуктов, не 6. Это я просто коробку посчитала случайно. Честно сказать, Гудибокс мне определенно нравится больше, чем Глоссибокс. Здесь чуть более интересное наполнение, и как-то чуть более интересные что ли продукты в этот раз. Ну а сейчас давайте с вами переходить к сладенькому, к Май Литл Пырис. И начнем мы с вами, пожалуй, с классической коробочки, а потом уже перейдем к лимитированной коробочке и коллаборации с брендом Мак. Итак, в этот раз у нас с вами, как я уже говорила, коробочка за 2 месяца, за август и сентябрь. В прошлый раз у нас с вами была коробочка за июнь и июль месяц. И в рамках прошлой коробочки нам с вами обещали очки, которые не приехали. Судя по всему, они приехали в рамках этой коробочки, потому что там у них была какая-то накладка. Еще какие были нюансики. Можно было выбрать сумочку того или иного оттенка. И также я напомню, что если вы подписаны на расширенную версию Май Литл Пырис, раз в 2 месяца вам приходит та или иная коллаборация за денежку, как говорится. В этот раз в зависимости от того, какую вы сумочку выберете, был тот или иной бренд. К сожалению, мне не повезло. Я проворонила выбор оттенка сумочки, соответственно, выбор продуктов и выбор бренда, который шел в коллаборации. Поэтому у меня коллаборация с Нюкс. Если вам повезло и вы смогли выбрать либо фиолетовую, либо черную сумочку, то у вас шла коллаборация с Живанши. Поэтому я вам очень завидую, если у вас коллаборация с Живанши, потому что, исходя из того, что я видела, у девочек вот в этой вот миленькой коробочке была мини-версия духов и мини-версия помады. У Нюкс, судя по всему, все гораздо скромнее будет и по суммарной стоимости, и по наполнению. Ну, давайте, в принципе, начнем изначально с продукта, который должен был быть в нашей с вами прошлой. Коробочки, и это очки солнцезащитные. Давайте хоть посмотрим, что за они и как они выглядят. Классический пластик, но вопрос в том, будут ли они защищать или нет, потому что очень часто такие очки идут просто как аксессуар, который абсолютно не защищает от солнца. Ладно, давайте хоть посмотрим, как это смотрится на лице. Ну, вообще неплохо. Достаточно симпатичные очки. И, ну, для меня они, конечно, крупноваты, но, в общем, в целом, вполне себе. Но, скорее всего, будут работать исключительно как аксессуары. Хотя, это не точно. Возможно, тут даже... Да, здесь есть прописана степень защиты от 8 до 18%. То есть, это совсем-совсем ерунда. При хорошем солнышке, судя по всему, не особо будет хорошо защищать. Или это... Подождите. А, они пропускают от 8 до 18% солнечных лучей. Окей, ладно, здорово. Может, конечно, я тут ошиблась. Нужно чуть более детально будет изучить, что же тут у нас с вами написано. Но нас интересует с вами наполнение. Итак, коллаборация с брендом NUX. К сожалению, не живеншель. Давайте смотреть, что у нас здесь с вами внутри. Три малышки. Итак, малышка номер один. Это моя вечная любовь. Это масло для тела, для всего от бренда NUX. Это классическая версия. Здесь 10 мл. Я обожаю это масло. Оно просто великолепно пахнет. Оно остается на теле. Вы чувствуете этот аромат. И у него относительно маленький расход. Такие продукты лучше всего на тело используются после душа или же после ванны. Итак, что у нас с вами по стоимости. Теперь придется искать все эти стоимости. Потому что, конечно же, наизусть я все это не помню. Полноразмер стоит 18 евро. Но в полноразмере 50 мл. То есть мы с вами понимаем, что это у нас с вами супер пробно. Далее. У нас с вами здесь супер серум 10. Серум для лица. Здесь 5 мл продукта. И насколько я поняла, вот это полноразмер. То есть эту малышку можно в таком виде и купить. О, кстати, интересная консистенция. Здесь внутри как будто бы маленькие гранулы. Выглядит очень интересненько. Итак, полноразмер. Ну, в смысле, вот эта вот малышка стоит в районе 12 или 13 евро. Что-то такое плюс-минус 12,10. Кстати, надо будет с собой в нормальный отпуск взять и попробовать этот серум. Потому что тогда вам сразу же расскажу впечатление. Хотя у меня этих продуктов уже на пробу. Выше туши. И последнее. Малышка, опять-таки, это мини-версия. Бренд, который... Бренд, который... Крем, который называется Merveillance Lift. 15 мл продукта. То есть это у нас с вами разглаживающий крем против морщинок. Исказая из того, что тут написано. И полноразмер стоит практически 44 евро. В полноразмере у нас с вами 50 мл. Здесь всего лишь 15. Соответственно, это мини-версия. В Marne у нас вот эта коробочка выходит приблизительно... Ну, на сколько тут? 12 евро плюс 13, 25. Ну, окей. 30 евро с натяжкой. Но, в принципе, знаете, у меня весьма неплохо. Это, конечно, не духи от Givenchy 10 мл. И не мини-версия помады. Но, в принципе, тоже неплохо. Хотя я все-таки жалею, что это не Givenchy. И что сумочка у меня не черная, не фиолетовая, а рыженькая. И, кстати, все это вместе находилось вот в такой симпатичной коробочке. И отсылка к 70-м году. Сразу же все это уберу. Итак, сумочка у нас с вами из разряда носить на теле. То есть она вот такая вот. В принципе, неплохо, достаточно удобно. Если нужно что-то мелкое положить в собой, куда-то в отпуск, очень даже ничего. Это обычная классическая ткань, ничего сверху. Но выглядит неплохо, в принципе. А теперь давайте смотреть, что же у нас с вами внутри. Мы уже с вами находили бренд Catrice. Да, еще немного бренда Catrice. Сегодня просто день Catrice. Во всяком случае, у меня. Это палетка ProSlim. И, кстати, этой версии, правда, палетки у меня нет. Но, наверное, я ее себе оставлять не буду. Куда-нибудь в розыгрыше отдам. Эти палетки стоят в районе 10 евро. Если быть точнее, 9.90 или 9.99. Эта версия в палетке, в принципе, очень интересная. Она вышла, по-моему, весной 23-го года. Что в ней интересно? Появились две новые формулы матовых теней. В принципе, с одной стороны, было бы, конечно, интересно попробовать. Но, да ладно, уже не в этот раз. Эти палетки сами по себе неплохие. В них есть свои, конечно, нюансы. Например, эти нюансы касаются блесточек. Чаще всего они очень сухие. И плохо набираются на кисточку. Плохо переносятся. Либо же они полупрозрачные. Но матовые тени в этих палетках очень даже хороши. 9.99. Так что будем считать ровно 10 евро. Так, к сожалению, тут у меня все помялось. Ну, ладно, ничего страшного. Давайте вначале посмотрим не относящиеся к My Little Paris продукты. Потому что здесь создается ощущение, что очень много именно продуктов от My Little Paris, My Little Beauty. Самый интересный, на мой взгляд, это крем для тела от бренда Caudalie. Это полный размер. Здесь 200 миллилитров продукта. И он стоит в районе 20 евро. 20 евро с копейками. Я в некоторой степени люблю Кудали. У них очень неплохие отдушки. Но с другой стороны, их же отдушки порой могут и погубить. В принципе, неплохо, здорово. Полный размер крема. Это очень хорошо. Бренд Aven аптечный. Это у нас уже, конечно же, будет мини-версия сыворотки. Которая называется Hydroin's Boost. И здесь 10 миллилитров продукта. Честно сказать, стоимость не помню. Поэтому сейчас быстренько подсмотрю. А где Aven? А, нашла. Поэтому в таком виде можно купить сыворотку. И она будет стоить в районе 10-11 евро. Нет, 11.94. Я такую стоимость нашла. Но мне кажется, я нашла эту стоимость на Glossy Box. То есть теоретически, возможно, что именно 10 миллилитров будет очень непросто найти и купить. Но все-таки такую цену некоторые магазины дают. И бренд Babor. Это Babor, простите. Извините. Это умывалка с глиной для лица. Здесь 20 миллилитров продукта. Это не полный размер. В полной размере 50 миллилитров продукта. И цена на самом деле очень разница. В некоторых местах она в районе 17 евро. Там 16 копейками. В некоторых 18 плюс. Окей. В принципе, 20 миллилитров тоже весьма неплохо. И тут у нас с вами еще есть продукты для ногтей. Опять. И это у нас прозрачный лак для ногтей. И лак в оттенке Red Cherry. В принципе, кстати, выглядит интересно. Но кому-то достанется в рамках розыгрышей. Потому что я такими продуктами не пользуюсь. Вот такие вот дела. Но, в принципе, окей. Мы не знаем стоимость такого рода продуктов. Поэтому они просто сразу же идут в сторону. И очень много всяких штучек. Внутренних от My Little Pairies. My Little Pairies. Давайте с вами смотреть, что у нас здесь есть. Коробочка номер один. Это заколка для волос. Крабик. Кто бы мог подумать. Ладно. В принципе, крабик достаточно симпатичненький и интересный. О! Он по оттенку совпадает с сумочкой. Интересненько. Наверное, в черный-черный. А в фиолетовый-фиолетовый. Хотела бы я черную все-таки сумочку. Ну, окей. В принципе, крабик достаточно неплохой. Далее. Следующая штучка. Ой, какая милота. Это... Я не помню, как это называется. В общем, вы откалываете и прикалываете на одежду. Кстати, выглядит достаточно интересненько. Действительно, в стилистике 70-х. В стилистике хиппи. Прикольно, забавно. Но, да. К сожалению, я таким не пользуюсь. Брошка. Вот. Вспомнила слово. Это слово брошка. Далее. Что у нас в следующей коробочке? Помятой коробочке. Кисточка. Кисточка. А что вы предлагаете ей наносить? Обычно такие кисточки использовали для бритья. Если вы понимаете, о чем я. Не знаю. Такое себе, если честно. Ну, ладно. Можно, в принципе, ей наносить какую-то пудру. Но, честно сказать, она такая себе. Она мягкая из плюсов. Из минусов. Она очень сильно синтетическая. Ворс сразу же лезет. Это значит, что она будет плохо набирать и плохо отдавать продукт. К сожалению. Ну, и последняя коробочка на сегодня. От классической версии My Little Paris. И тут у нас с вами мини-кошелечек. Тоже в рыженьком цвете. В принципе, неплохо выглядит. Можно куда-нибудь с собой брать. Либо использовать в качестве монетницы. Почему бы и нет? У меня как раз некуда девать вещи на эти монеты. Они по всей сумке валяются. Окей. В принципе, на этом все. Касаемо продуктов, которые мы с вами можем оценить. Суммарно, включая нюкс. У нас с вами уходит чуть больше 70 евро. Если точнее. Ладно, не чуть больше. Практически 80 евро. 78-48. Все остальное. Это внутренние продукты от My Little Paris. Есть, конечно, некоторые чуть более интересные продукты. Есть менее интересные продукты. Не знаю. Мне особо эта кисточка как-то не понравилась. Монетница, в принципе, имеет смысл. Больше всего, наверное, мне зашла сумочка. Монетница, крабик и вот эти вот брошки. Они просто выглядят очень забавно. Ну и сейчас с вами давайте двигаться к лимитированной коробочке. Та-дам! Вот она же с вами коробочка, которая не совсем коробочка. На самом деле, это что-то вроде банана, косынки, в которой находятся все продукты. Говоря про стоимость. Я отдала 35 евро, хотя без скидок она стоит, по-моему, в районе 40 евро. 39-95, в принципе, как обычно. Обещанное наполнение у нас с вами аж целых 152 евро. Здесь у нас с вами будут какие-то и аксессуары, и продукты от MAC. Я вам, скорее всего, смогу назвать стоимость, и в принципе, назову стоимость исключительно продуктов от MAC, потому что ее легко найти. Все остальное это очень-очень непросто, и в принципе, оценить косыночку тоже достаточно непросто. Итак, давайте с вами развязывать косыночку и смотреть, что же внутри. Кстати, косыночка сама по себе очень даже симпатичная. Можно ее спокойно носить летом, особенно на пляж. Это очень-очень удобненько. Итак, наша с вами коробочка с наполнением. Косыночка. Можно, конечно, сделать вот так. Я даже не представляю, как это сейчас выглядит со стороны. Ну, как говорится, нам не привыкать. Давайте чуть-чуть поправим. Пойдет. А теперь давайте распаковывайте, смотреть, что внутри. Так, судя по всему, у нас вот здесь вот с вами находятся продукты от MAC. И здесь у нас с вами есть еще одни солнцезащитные очки. Забавно, но факт. Бренд называется Eddie & Watson. Честно сказать, впервые вижу этот бренд. Абсолютно с ним не знакомо. Но все выглядит очень стильненько, хочу я вам сказать. Здесь даже есть тряпочка, чтобы протирать очки. Значит, возможно, мы работаем. Так, давайте посмотрим оттенок очков. Кстати, у всех походу разные очки. Потому что я видела в одной из распаковок, что там была стилизация из разряда в рокерском стиле. И очки были супер черные. У меня именно серая оправа и серые очки. Давайте сразу же нацепим. И посмотрим, какая я стиль на моду молодежи. А мне нравится. Выглядит очень симпатично, кстати. Так, ладно, давайте продолжаем распаковку с очками. С очками. Вот. Мне нравится упаковочка. Она очень-очень хорошенькая. И в принципе, должно неплохо защищать очки, если они у вас постоянно выйдут в сумке. Так, без My Little Paris мы с вами никуда не уходим. И здесь у нас с вами какой-то продукт от My Little Paris, который не хочет открываться. Точно. Здесь у нас с вами сережки. Кстати, сережки очень симпатичненькие. Мне нравятся в последнее время такого рода серьги. Они не навязчивые. Они смотрятся достаточно стильненько. И сейчас они достаточно популярны. Ладно, мне кажется, что очки уж очень сильно отражают все вокруг. Поэтому мы сделаем вот так. Сережки очень симпатичненькие. Я понимаю, что я 100% их буду носить. Ну и теперь самое интересное. Это бренд MAC. И три продукта от этого бренда. Кстати говоря, еще шел вкладыш в коробочке со скидкой в 10 евро на покупку на бренд MAC на официальном магазине. Итак, что у нас здесь с вами есть? В первую очередь это однушка теней в оттенке, которая называется Havana. И это Extra Dimension Eyeshadow. Давайте с вами сразу посмотрим. Стоимость этих теней в районе 36 евро. Что-то такое. Так, давайте. Все. Достала. Выглядит, кстати, очень красивенько. Цвет сам по себе симпатичный. И это скорее полусатиновая, полуметка, какая-то металлизированная текстура. Они не сильно пигментированы. Я бы сказала, что пигментация здесь в принципе средняя. Но они очень мягкие и очень кремовые. Очень-очень мне зашло. Будем с вами как-нибудь пробовать. Румяна от бренда MAC. В оттенке, который называется Fairy Precious. Это розоватый оттенок. Говоря про текстуру, это опять-таки Extra Dimension. Раз, два, три. Что-то я сегодня уже ничего не выдаваю. Блаж. И это сатиновые их румяна классические. У меня есть какая-то лимитированная коллекция с этими румянами. Они неплохие, хорошо тушуются. Но предупреждаю, что они могут очень хорошо подчеркивать текстуру. Особенно если у вас активные акне и какие-то супер расширенные поры. Цвет сам по себе симпатичный. Он скорее персиковый, что ли. Пигментация здесь не супер высокая, скажу честно. Хотелось бы что-то чуть более пигментированное. Потому что мне кажется, если сейчас их нанесу, то их вообще видно не будут. А наносить я их не буду, потому что мне еще сегодня тестировать румяна от Catrice. Поэтому перебивать не буду. И напоследок. А, румяна. Как стоит румяна? 39 евро они стоят. Без скидок. Конечно же, всегда можно найти что-то на скидках. Ну и завершаем мы тушью, которая называется Max Tech. Это одна из последних, мне кажется, туши. И это именно версия влагоустойчивой. Тоже ее с вами как-нибудь попробуем. А вот тушь стоит тоже в районе 30 евро. Если быть точнее, 36 евро стоит этот тушь. А тени 32 евро. Ну, я помню, что все приблизительно в районе 30 евро. Кстати, тушь прям увесистая, прикольная, очень даже симпатичная. Честно сказать, мне очень понравилась эта лимитированная коробочка. Очки тоже, в принципе, ничего такие. Но я ожидала все-таки немножко другие. Не очки у всех. Абсолютно у всех разные. Кому как повезет. Итак, обещанное наполнение у нас с вами аж было 150 евро. И, в принципе, если взять три продукта от MAC, у нас с вами сразу же получается 100 евро. И на этом мы сегодня с вами заканчиваем. Говоря про коробочки, которые мне понравились больше всего. Это лимитированная коробочка от My Little Paris Plus MAC. И это Goodie Box. К сожалению, Glossy Box в этот раз как-то так себе не очень. А говоря про My Little Paris за два месяца, честно сказать, мне тоже не очень сильно понравилось. Да, в принципе, коллаборация с Nux интересна. Да, сумочка выглядит симпатично. Но суммарно, ну, что-то как-то не очень сильно впечатлило. Мне двойная коробочка за июнь и июль месяц понравилась гораздо больше, чем вот эта вот коробочка за август и сентябрь месяц. Ну что, напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам эти коробочки и какая вам понравилась больше. Я надеюсь, это видео вам понравилось и вы нашли его полезным. Если да, не забывайте, пожалуйста, ставить пальчик вверх. Подписываться на канал. Большое вам спасибо за просмотр. Желаю вам хорошего дня, солнечного настроения и пока-пока.